В 1917 году в руках большевиков оказалось царское золото, запас крупнейшей мировой державы. Разрушенная и полуголодная Россия выживала за счет его экспорта за рубеж. Через Ревель, современный Таллинн, золото вывозили на запад. Железнодорожное направление «Ревель-Москва» оказалось самым востребованным в стране. Прошу! Сволочь! Какие сволочи! Если бы не вы, молодой человек, не могли скомпрометировать наркома финансов. Спиридонов, телохранитель. Тебя почему, Спиридонов, в трудную минуту нет рядом? В дворники отдам, ей-богу! Сидор Риманович, вы же сами меня с ресторации выгнали. Вот, молодой человек. Типичный пролетариус-серма. Простите, как вас? Лукас, Лукас Барановский. Здравствуйте. Венгры, что ли? Австрийцы. Ну, слава богу. Кругом одни венгры и китайцы. Интернационал. Русская революция называется. Вина подает! Вина! Прошу вас. Прошу. Исидора Гуковского часто называли бухгалтером революции. В 1918 году он был министром финансов. Через два года получил назначение в Эстонию, торгпредом. В Ревеле Гуковский прославился благодаря своей активной коммерческой деятельности, а также дикой разгульной жизни. О, извините, беспорядок, дипломатический курьез сюда не пускают уборщика. Позволите? Минус, прошу. О, кстати, полюбопытствуйте. Это из Парижа. У меня же где-то была бутылочка Деламейна. Спасибо, но меня больше занимают авантюрный роман. А, романы, говорите? Скажем, этюд в багровых тонах сэра Конан Дуэлью. Угу. Ну и что же у него занимательного? Убийца написан фаталистом. Одна пилили, которую он дает жертве, отравлена, а вторая безвредна. Да вы же дни их. Ну и от тебя будем лечиться. От сифилиса. Это что? У вас кто-то прислал? Провидение. Пейте, господин Гаковский. Сейчас вернется ваш охранник, он может лишить вас выбора. Может, вы не пейте? Я сказал, пейте, так у вас есть шанс. Я, я, я сейчас, я, я сейчас. Я, я, я сейчас, господин. Я, 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 я. Я, 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 я. Чтобы выжить и удержать власть в разрушенной гражданской войне России, большевики начали вывоз за рубеж царского золота, а также ценности, отобранных у церкви и у населения. Главной и практически единственной площадкой для сделок с Западом стал Ревель. Вывоз государственных капиталов за границу был организован плохо и начал привлекать к себе все больше мошенников и аферистов. В результате Эстония превратилась в центр сомнительных торговых и финансовых операций. Ну что, господа, товарищи, рискнем? Скажу, мизер. Пас. Это уже не против. Пусть попробует. Через руки Гуковского золото большевиков миллионами утекало куда-то в Европу. Ходили слухи, что Исидор Эммануилович и его люди погрязли в махинациях и набивают народными средствами собственные карманы. Гуковский там по ночам пьянствовал, предавался каким-то оргиям. Весь штат, где представительство занимался какими-то спекуляциями, получал откаты. Жалобы на работу эстонского торгпредства часто становились поводом для государственных проверок. Но Гуковскому всегда удавалось выйти сухим из воды. Спасали его поездки в Москву к покровителям из ЦК партии. Ну, если коллега сыграет, то нам, товарищ нарком, придется расписать пульку. У наркома деньги есть. Чего? 40% со всей ревельской контрабанды. Не правда ли? Исидор Эммануилович. Откроемся. Пусть сделает ход. Прошу. Ложимся. Образований у тебя нет, Маевский. У нас в Ревеле контрабанды нет. У нас открываются иностранные концессии. Что, хотел одной раздачей пульку закрыть? Под видом сделок с западными партнерами, золото иногда просто уплывало из России по неизвестным адресам. Круг лиц, посвященных в эту тайну, был крайне узок. Возможно, большевики просто возвращали долги тем, у кого брали деньги на революцию. Эта тема касалась очень узкого круга людей. Те, кто прибыл в запломбированном вагоне вместе с Лениным, да? Троцкий, он позже прибыл, да? Сталин не был причастен. Сталин был в России. Сталина к тайне зарубежных счетов партии не допускали. Хотя он и был давно приближен к Ленину. Выполнял его особые поручения. В 1921 году Иосиф Виссарионович еще не имел большого политического веса. У него не было даже собственного кабинета. В ЦК партии он занимался административной работой и по совместительству отвечал за борьбу с коррупцией. Кроме Ленина и Троцкого, о принципах распределения финансовых потоков за рубежом был хорошо осведомлен Григорий Зиновьев, руководитель Коминтерна и, по сути, третье лицо в государстве. Потерял что, Коба? А вот, ну, говорится, а закатилась, куда-то никак найти не могла. А, новый Френч. Говорят, тебе тещу купила на съездах выступать. Виват, аллилуй вам! Кто много говорит, тот часто ошибается. Ты зачем приехал? А я не к тебе, я к старику. Ильича врачи в Подмосковье отправили. А, а ключи, значит, от кабинета он тебе оставил. Прийти ли немножко? Скажи, Коба, а Ильич знает, что в его отсутствии твои люди по Прибалтике рыщут, везде нос свой суют? Слушай, почему сразу рыщут? Работают товарищи. Деньги государственные считают. Это деньги Коминтерна. А считать мы и сами умеем. Коминтерн являлся, по сути, международной террористической организацией. С его помощью большевики планировали захватить власть во всем мире. Под руководством Зиновьева Коминтерн финансировал деятельность зарубежных компартий. Само по себе финансирование социнтерна и Коминтерна и всех тех международных организаций, которые должны были споведовать и проповедовать фумунистическую идею по всему миру, и иллюзии о том, что это возможно в обозримый короткий срок, конечно, были. И, безусловно, очень большое количество средств уходило именно на вот эту борьбу, на поддержание Коминтерна, на поддержание дружеских коммунистических партий. Несмотря на огромные финансовые расходы, результаты работы Коминтерна были довольно скромными. Революционные движения в Европе задыхались. Пожар мировой революции требовал все новых денежных поливаний. Взятки и нецелевое расходное средство и так далее, и так далее. Потому что партийный государственный аппарат оказался вне контроля. То есть, если нет контроля снизу, то, соответственно, вот эта коррупция, она становится неизбежной. Контролировать деятельность Коминтерна было крайне сложно. Единственный в то время орган государственного финансового контроля, рабоче-крестьянскую инспекцию или РАПКРИН, возглавлял молодой политик Иосиф Сталин. Григорий, дорогой, ты большой политик. Я простой администратор. Теорию понимаю плохо. На некий твои тоже. Ох, Коба, артист. Это же от твоих ревизоров Иосидор Гуковский бегает. В Москву собрался. Помощи искать. И ведь найдет, Коба. Может, найдет. Может, не найдет. Знаешь, фигуры, говорят, кто много бегает, быстро устает. Ну-ну. Знаешь что, Коба, ты пуговицу Сыщи сначала. Сыщу, дорогой. И с подземли достану. Ходили слухи, что Иосидор Гуковский ведет тайный учет всех своих финансовых махинаций. В руках Сталина черная бухгалтерия Ревельского торгпреда могла стать мощным оружием в борьбе за власть. Позвольте, коллега, я ему паровозик устрою небольшой с прицепом. Я бы на вашем месте, Иосидор Иммануилович, тему паровозов с прицепами не особо педалирую. Живо предание. Простите, что? Как? Вы не слышали? Да что вы! Такой скандал случился. Иосидор Иммануилович через свои концессии для советских крестьян вместо стальных целый эшелон жестяных госпоставил. Товарищи, это международный поезд. Давайте без эксцессов. В соседнем вагоне едут делегаты к Минтерну. Вот. А для дипломатов товарищ Гуковский ей другой сюрприз приготовил. Сейчас в Европе его друзья-товарищи вместо шерстяных костюмов бумажные скупают. Там у них в таких покойников хоронят. А у нас дипломаты ходить будут. Ах ты, сучий пот! Я в рабочей парке! Пусть дитянусь на вашем окрасте! Отнимите! Я не чувствую! Пошли, посмотри! Спокойно, господа! Игра окончена! Провокаторы! Мерзав! Врагов и завистников у Гуковского хватало. Они-то и были главной причиной финансовых проверок в Ревеле. Но Исидор Эммануилович был мастером бюрократических интриг. Его изворотливости и смекалки можно было только позавидовать. Да вы жидник! Ну и от чего будем лечиться? От сиферс? Пейте! Так у вас есть шанс! Я сейчас! Я сейчас! Господи! Господи! КОНЕЦ Огольные челки, вы, надежные, чистый шелк. Дорвешь. Быстро, очухол, секунду. Сади его в кресло. Буду теперь пахнуть, как пьяная профурсетка. А ты и есть профурсетка. Даже не проверил, живой я или мертвый. Это за кого ж меня держат, если б подослали такого сопливого дилетанта? Это что за мазня? Он мехен спереди идея дараке. До революционного штрафа. Чего-чего? Спиридонов, выйди. И дверь закрой. Что вы несете, Лукас? Какой-то романтический, революционный бред. Объясните. Вы мне все равно не поверите. Потому что вы подлец и ренегат. Вы и сами себе-то, Гуйковский, не верите. Да-да. Я вас спрашиваю, кто вас ко мне подослал? Отвечайте. Или ваш холодный труп найдет эстонский обходщик. Говорите! Да никто меня не посылал. Я вышел на вас с помощью друзей из австрийской Красной Гвардии. Сам. А здесь я из-за моего брата. Его затоптали лошади во время Венского восстания. Ружья, присланные вами из России, не стреляли. А все открытые вами щита оказались в пустыне. За коммерческими сделками в Ревеле, которые проводил Гуковский, нередко скрывались секретные операции по финансированию террористических акций Коминтерна. Российская партия, она свободно передавала какие-то средства зарубежным товарищам. Например, дипломатические представители где-нибудь там в Германии, да, просто открывают сейф, достают там несколько пачек банкнот и передают их, значит, немецким там товарищам, допустим, на революционное дело. Без каких-то расписок, даже без подсчета этих купюр. Миллионы золотых рублей уходили из России за рубеж и растворялись в воздухе, так и не дойдя до адресатов. В итоге революционные выступления в Австрии, Галиции и Польше были жестоко подавлены. Командиры боевых пролетарских отрядов в Европе восприняли это как предательство. В июне у нас было сорок тысяч, а в декабре меньше десяти. Ну, кто-то же должен за это ответить. Да, я знаю, я проиграл, мы проиграли. Но такие, как я, будут мстить. Будут. Вы хорошо говорите по-русски. Я вас понимаю. Хотите выпить? Ну, а я выпью. Как вы думаете, что происходит вокруг? Классовая борьба? Как бы не да. А какой класс скупает у нас царские и музейные ценности? На какие деньги мы купили мир с вашим кайзером, а потом и с Антантой? Куда уходит царское золото? Гуковские разворовали? Сказка для таких сопляков, как вы. Вы мне чем-то симпатичны. Наверное, своей наивностью. Я бы вас даже развязал. Но ведь вы меня на голубом глазу там вот, да? Точно. Переводы гигантских сумм в виде драгоценностей наличных не могли остаться без внимания Европы и Америки. Советские капиталы периодически втягивались в махинации международного масштаба. Одна из крупнейших афер того времени, так называемое паровозное дело, стоила большевикам четвертой части всего золотого запаса страны. Вот была совершенная колоссальная поставка, я не помню в каком количестве, первых паровозов из Швеции в России. Я подчеркиваю, это в тот момент, когда у нас полная разруха. Свои паровозы стоят, да? А мы закупаем новые. Один из советских журналов, осмелившихся написать о паровозном деле, был закрыт по личному распоряжению Ленина. Однако публикации продолжали появляться в западной прессе. В Нью-Йорк Таймс вышли материалы о личных счетах большевистских вождей за рубежом. Без звонка, без стука. Я вот как раз по этому поводу. Это ты настучал старику про коммерческую деятельность Коминдерна? Я тут при чем? Про вашу деятельность? Все телеграфы мира стучат. Тайные счета большевиков? Не знаешь, на Кавказе говорят, крупный дождь долго не идет. А ты что, Нью-Йорк Таймс не читаешь? Мне жена вот приносит распечатки из секретариата. Ну, посидеть, новости обсудить, поговорить. Ты же понимаешь, Григорий, молодой республике надо зарабатывать международный авторитет. Теперь многие кучеревые головы полетят. Так, а при чем здесь эти счета? Здесь и Ленин, и все, и вообще-то это на черный день. Сядь! А вот чтоб про эти счета забыли, теперь начнут фарью Коминдерновская чехвостить. Чехвостить? Пусть чехвостят. Что, много твоей ревизоры в хозяйстве Гуковского увидали? Не видел – это одно слово. Видел – это уже большой разговор. С твоим Гуковским разговор только начинается. И откуда ты, Коба, только поговорок таких набрался? Иди, иди, Гриша. Когда ты шел к ума набираться, я уже обратно возвращался. В то время Сталин находился в жесткой политической оппозиции к Зиновьеву и стоявшему за ним Льву Троцкому. Вывоз капитала в зарубеж под видом финансирования иностранных компартий явно вредил экономике страны. Пока такие деятели революции, как Исидор Гуковский, оприходовали царское золото, Россия погружалась в разруху. Заводы и фабрики стояли. В стране начался голод. Просто нечего было есть, когда практически парализованная власть не могла реализовать какие-то очень незначительные, но чрезвычайно актуальные проблемы. Ну, завоз продовольствия в Петроград. Нет, хлеба нет. Четыре дня нет хлеба. Можете себе представить, сегодня в Москве, на секундочку, четыре дня нет хлеба. Только в Поволжье голод охватил 35 губерний с населением в 90 миллионов человек. Крестьяне в поисках хоть какого-то пропитания хлынули на дороге России. С беженцами большевики боролись как с врагами революции. При этом золотой запас страны на покупку хлеба практически не расходовался. Быстро вылезай! Это спецсостав! Вы что, под распрямной захотели? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Быстро! Быстро вылезай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Давай вылезай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Куда полез? Пешочники! Пошли отсюда! Дед! Это какой город? Так, ну, вроде что Ямбург, сынок. А, Россия, значит, да? Пошли! 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 Можешь помочь, что? Да нет, не надо, я сам как-нибудь. Ну, что встал-то? Иди! Ну, сам так сам. Гляди. А ты, Острияк, куда собрался? Ну, пошла вон отсюда! Пошла! Эй! 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 Давай, давай. Это что? Товарищ Гуковский, ознакомьтесь, вы арестованы. Ты что из переданного Белине объелся? А ничему не объелись. Поступило предписание ВЧК, а после ограницы сразу вас заарестованы. С Дзержинского подпись видели? Ничего не вижу, у меня что-то с глазами. Ты можешь мне по-человечески объяснить? А вам в Москве обоим все объяснят. Подожди, а мне что, отдельно камер не положено, что ли? С вами со всеми в Москве разберутся. Пошли, Зимит. Пошли. Сидора Мануиловича. Ну, развяжите уж меня, наконец-то. Ну, я вас честно убивать больше не буду. Ваш публичный позор меня вполне устроит. Развяжите. Развяжите. Арест Буковского стал результатом утечки информации в западную прессу. К аферистам из Коминтерна и приближенным к ним красным буржуям уже давно присматривался руководитель ЧК Феликс Дзержинский. Показания таких хорошо информированных свидетелей, как Исидор Гуковский, интересовали Сталинскую финансовую инспекцию. Говоря о деятельности ОГПУ и о деятельности международного отдела в ОГПУ, они в какой-то момент и в каких-то позициях занимались, в том числе и материальным обеспечением власти, и они самым серьезным образом работали в направлении поиска тех денег, которые ушли из страны. Арестованных служащих здесь неплохо кормят. Относительно свежая пресса есть. Опять пишут о тайных счетах большевиков. Ну вот откуда у них такая информация, а? Вы-то свою бухгалтерию, наверное, надежно спрятали. Али как? Да перестаньте меня бояться. Я ожидал слух. Я вас не боюсь. Неужели вы думаете, что мне позволят доехать до Москвы? Ого! У меня что, есть конкуренты? Да, с моим арестом вас конкурент поприбавилось. Сударь, вы не слишком ли себя переоцените? Нет, не слишком. Вы слышали о краже золота в Гухране? Так же, громкое дело. Оценщика на днях расстреляли. Оценщика расстреляли? Хотите, расскажу, как это происходит. Будь долгий, рассказывайте, развлекайте. Два раза в неделю охранники обнаружили часть золота, аккуратно упакованная в ящики. А наутро это золото. Исчезало. Как вы думаете, расстрелянный оценщик мог так нагло ворваться? Ну, а кто еще? Кто-кто? Бьет-бьи-кто! Что мне гулом морочить? Ну, не хотите, не рассказывайте. А вы, Шерлок, слишком любопытны для австрийского пролетария. Легенда о молодом любителе Канандуиле. Станутся менее убедительны. Что, и моя трубка вас тоже? Не убеждает. Да и приятнейшего вам аппетита. Страх Гуковского был более чем оправдан. Его показания могли стоить карьер и даже жизни многим влиятельным лицам. Слухи о том, что Гуковский ведет черную бухгалтерию, автоматически превратили его персону в объект, для охоты. Вы знаете, я решил вам все рассказать. Вы даже не можете представить, из каких соображений. Бопытно, конечно. Из чувства мести. Я думаю, что обладая такой информацией, кем бы вы ни были, вы тоже не будете в безопасности. Ого, какая заощренная дуэль. Ну что ж, ваш выстрел. Тихо, из стороны мяч. Тихо. Тихо! Кошки, я знаю, что вы сейчас подглядываете. Вонюшка, ну что там? Гриша, она с паровозиком будет. Буковский, я знаю, что вы сейчас подглядываете. Подглядывайте, подглядывайте. Ну что вы заперлись, ей-богу. Давайте, выходите. Вас сами отцепляют, молодой человек. Понимаете, что это значит? Ну что, рассказывать дальше вам все еще любопытно? Теперь особенно. Ну так вот. Любезный, до меня дошли слухи, что вы везете в Москву свой бухгалтерский дневник. Хотите опубликовать мемуары? Нехорошо. Нехорошо так поступать с друзьями. Вы что думаете, революция штыками делается? План гениально прост. Берется какая-нибудь страна, которую не жалко, как говорил Маркс. Там устраивается нужный режим. И потом эта страна грабится. Грабится подчистую. А если все вычистить из этой страны, включая содержимое карманов граждан, что получится? Гадость выйдет. Вот точно гадость. Вы, как боец Коминтерна, вы внимательно читали манифест Маркса? Там эта гадость предельно ясна и изложена. И вот эта идея, вот эта гадость замечательно прижилась в России. Послушайте, Исидор Именович, родной вы ему. Сдавайтесь, а? Ну, ей-богу. При чем здесь Кохран, Коминтерн? Вы здесь при чем? Ну, как хотите. Выпускай Льюиса. Давай, доставай пулемет из машины. Чего? Девочки, сейчас будет немножечко громко. Салют! Кохран. Это золото. Золото. Коминтер, чтобы покупать влиятельных друзей за границей. Ну, а я, я вывозил эти деньги из России. Тайна. За границу, через Ревель. А где, в словом, гегемоны делят территорию. Еще один гегемон. Вот он вам объяснит все предельно ясно. Гораздо популярнее, чем я. Два. Раз. Успокойтесь, Лукас. Что с вами? Два. Берегите нервы. Я иду сдаваться. У этих немецких поездов есть одна особенность. Аварийный люк на случай пожара. Есть! Три! Я иду! Четыре! Подождите, я с вами! Пять! Что с трупами будем делать? А может сожжем их к чертям? Мне плевать на трупы, понял? Мне бумаги его нужны. Бумаги! Понял? Открывай вагон! Какой жесть! Все доломать! Андрей, мы устали. Тюнь! Тюнь! Подожди! Подожди, давай отдохнем. Мам, я, я больше не могу. Сейчас, сейчас отдохнем. А что ж ты, Шерлок, этой калиткой раньше не воспользовался, а? А настроения не было. Какого настроения? Чемоданного. Человек, когда сбегают, прихватывает самое важное. Я вот что прихватил. А вы что? Исидор Иванович, отдайте документы. Документы. Значит, это все представление. Пилюли, надпись на спинке дивана, да? Неужели ты меня сможешь убить, а? Смогу. Я не Зиновьев считать не буду. Это все, что тебе надо, Броновский. Значит, оцепленный вагон, стрельба, тоже спектакль. Это вы мне льстите. Это сюрпризы фортуны. Австрийский пролетарий. Пепел класса стучит в мое сердце. Брат, ты вор, только ты мелкий воришка. Про брата я сказал правду. Он и есть мой интернациональный. Выкинь ты эти бумаги, парень. Этой грязью, правда, не добудешь. Всем только будет хуже. А в первую очередь тебе. Ты праворец Пандоры, слышал? Я пришлю за вами. Товарищ Сталин, ваше поручение выполнено. Финансовый дневник, торг преда Гуковского. На стол положи. Взяли его? Где ты и сказал? И на метр в сторону не отошел. Сидел и штал. Ты тоже присаживайся. Закуривай, не стесняйся. Слушай, Лукас, как ты думаешь, зачем он тетрад с грязными телешками хранил? Жег бы к черту. И все. Я думаю, для подстраховки. Гуковский нам помочь хотел Россию обустроить. Лукас, а ты Россию любишь? Это я тебя, как крузин, латыша спрашиваю. Я австрийец. А я люблю. Поэтому этот весь ваш коминтерн надо заканчивать. Будем строить социализм в отдельно взятой стране. Извините, товарищ Сталин, а как же все, что рассказывал Лукасовский? При чем здесь? А мировая революция? Рассказывал. Про мировую революцию рассказывал? Вот она, вся твоя мировая революция. Вот здесь, эти суки, пока я, им деньги возил отовсюду, со всего мира, из тифлисов, везде, на революцию. Они по карманам распихивали, с бледями буржуйскими делили. Они думали, Сталин, глупый такой паренек, дурачок в сторонке постоит. Вот, мам, и ты так думал. Ничего. Мы осио с колен поднимем. Из денег поднимем. Зачем? Деньги при коммунизме. Правда? Охрана! Заберите этого. Шпиона. А, ты сейчас, заходи. У меня к тебе разговор есть. Какой разговор. Знаешь, на Кавказе, говорят, когда сильно запачкался, не жалею воды. Каким образом Иосифу Виссарионовичу удалось добиться поддержки со стороны своего идейного противника, до сих пор неизвестно. В 1922 году именно Григорий Зиновьев способствовал назначению Сталина на должность генерального секретаря Компартии. В течение последующих десяти лет этот пост позволил молодому партийному администратору сосредоточить в своих руках необъятную власть. Не скрывайся, не скрывайся. А ты-то откуда здесь? Штонский шпион оказался. А ты-то? А я молодую страну с колен поднимаю по просьбе товарища Сталина. Как же твоя мировая революция? Да ничего, без меня справились. Как Гуковский говорил. А Гуковский помер он сразу после ареста. Говорил, вот что… Говорил, вот что воспаление лёгких у него. Не иначе, по ошибке, наверное, не того доктора вызвал. Фёдоров! Слушай, Спиридонов! Баранов! А куда ты тогда из Рибринского вагона исчез, а? Щербаков! В ресторации мы тогда с братвой коньяком усугубляли. Зибров! Даже не подметили, как вагон. Силаев! Торпреда гады уцепили. Ух, я такого коньяку! Новиков! А последний кушал. Дедков! Выходит, и для меня в революции что-то хорошее было-то. Спиридонов! Выходит, было. Руководитель коминтерна Григория Зиновьева ждала та же участь, что и многих бывших соперников Сталина. В 1936 году, после ареста и унизительных попыток оправдаться, он был расстрелян. Набив руку на формирование компромата, Иосиф Сталин начал разворачивать масштабные репрессии. Теперь, под видом борьбы с контрреволюцией, шпионажем или казнократством, калёным железом выжигалось любое инакомыслие. КОНЕЦ КОНЕЦ